всем привет всем здравствуйте прямой эфир посвящен только новому боксу dolce в честь dolce gabbana моего нового маникюра вот поэтому сейчас мы с вами будем делать выкраску будем делать дизайн посмотрим на мой маникюр новый вот я большим нетерпением ждала этот бокс все знают мой вкус конечно то что у нас было в габриэль это тоже все очень красиво до габриэль сейчас уже вышел в европе поэтому кто из европы уже габриэль тоже доступен к покупке вот но я ждала именно dolce gabbana потому что вы знаете что даже осенью и зимой я люблю яркие краски люблю яркие краски потому что я сама люблю носить последние наверное полтора года даже осенью и зимой все ярко начиная с верхней одежды и заканчиваем нижним бельем конечно же маникюром так сегодня без фильтров уже говорила что инстаграм немножко лагает если сразу выводить экран на лицо поэтому кто кстати ведет прямые эфиры для вас лайфхак никогда не начинаете эфир с дальнего плана потому что если вы будете потом макро приближение делать что-то мелкое показывать вообще нет фокуса вот поэтому я всегда начинаю не с лица начинаю с тип с того приближения примера с которыми сейчас буду работать итак новый бокс который называется dolce это наверное для меня будет такой знаете марафон сейчас каждый недельный новый маникюр хотя я с габриэль отходила с каждым цветом я каждый цвет относилась сделала чтобы получить полное удовлетворение здесь я так думаю будет такой затяжной характер до конца декабря я уверена что даже когда выйдут новогодние декорации я все равно буду упорно делать себе дизайны из этого бокса сюда как всегда вошло 4 гириллака в этот раз положили сюда наклейки на ложки и в этот раз намного больше получилось сделать декорации вот сразу отвечая на вопрос будут ли декорации отдельно не знаю вот будем смотреть на продажи как будет продаваться бокс вот если бог будет продаваться хорошо и быстро продаться то тогда мы декорации дополнительно сделаем вот сейчас пока не могу ответить на этот вопрос поехали с вами смотреть итак кратко по такой вот небольшой презентации почему такие цвета ну во первых если взять отдельно показы дольче габбана конечно там вот прям все четыре эти оттенка они не будут собраны вы часть этих цветов увидите в осенне зимние коллекции в том числе кстати фуксия я вот не случайно сейчас выбрала фуксию потому что фуксия это вообще такой цвет сезона осени осени и зимы потому что очень многие модные дома выпустили на подиум полностью total pink и дольче габбана в том числе понятно что у них очень много черного в этот раз было осенью на удивление хотя черный всегда у них беги пюр черные это как вот но в этот раз прям очень много было черного вот фиолетовый зеленый больше встречается в предыдущем сезоне вот но я люблю будучи габбана за то что они себе никогда не изменяют из сезона в сезон делает что такое знаете прям вот но все их ругают говорят как всегда перебор с ума сошли но я их за это люблю и они себе никогда не изменяют огромное количество страз огромных украшений гигантских каких-то принтов цветочных принтов животных принтов мы животные принты не стали включать в бокс потому что во первых у нас и пластины вышли последнее время очень классные там есть и леопард и зебра которая в том числе подойдет для компоновки с декорациями из этого бокса вот сюда в этот бокс постарались включить все цветочные принты причем принты я взяла из курса жестовская роспись дольче габбана потому что многие просили катя сделайте такие слайдеры и вот мы слайдер сделали как раз то что мы рисовали сами вручную я и наташа ганова для этого курса поэтому там декорации именно нарисованные вручную из курса дольче габбана ну и конечно украшалки там украшалки они просто божественные потому что взяли самое вкусное что есть у дольче габбана так напоминаю что в бокс у нас входит лукбук это такая вот визиточка небольшая вот когда вы на этот qr-код на будете камеру вашего телефона у вас открывается в электронном виде этот qr-код этот каталог вот каталоге можно брать все в электронном виде вы прям можете каждую страничку либо скриншот сделать это будет все равно очень хорошее качество либо скачать этот лукбук и скачать картинки отдельно и мы разрешаем эти картинки использовать у себя на ваших носителях вконтакте вы можете это раз размещать как посты вы можете в инстаграм это размещать как посты для этого вам не нужно делать свою галерею чтобы например продать дизайны из этого бокса поэтому обязательно воспользуйтесь не просто картинками для насмотренности да потому что здесь есть мастер-классы и идеи вот что в первую очередь для чего нужен бокс это для тех девочек кто любит заниматься творчеством но например нет где-то своих художественных навыках видения композиции компоновки цвета сочетания что с чем компоновать здесь для вас уже готовые решения вы просто берете и повторяете вот для этого нужен каталог вот но сейчас каталог делается всегда в электронном виде во первых для того чтобы вы могли все это скачать себе в инстаграм и вконтакт вот ну и при желании в принципе его можно распечатать в цвете если захочется вот так клиентам но основном сейчас клиенты они выбирают в инстаграм у вас сидят и как каталог листают поэтому я рекомендую сразу все картинки закачать свой контакт и свой инстаграм так что у нас вошло в бокс сейчас я вот так вот кратенько покажу в отличие от предыдущего бокса у нас получилось сюда засунуть аж 10 слайдеров 5 плоскостных и 5 стеклянных украшений и это классно потому что я постаралась не распыляться на большое количество элементов а постаралась взять элемент и на дублировать его большое количество на одном слайдере вот поэтому надеюсь хватит на большее количество клиентов которые вы сможете обслужить и так сейчас мы с вами я торможу то как так прекратить публикацию сушки надо эфиры поздно вечером проводить что я вам скажу вы очень хорошо собираетесь когда я их виду в ночь и это вот прям бесспорно все-таки согласны в 19 30 и 18 30 это отличное время наверное со следующей неделе переделаю расписание уже на позднее прям практика показывает чем позднее эфир тем лучше для конверсии здесь инстаграм и так поехали сейчас мы быстренько сделать выкраску 4 цвета гель-лака 10 декорации и наклеечки в этот раз положили наклеечки так ну давайте первый цвет зелененький сделаем как мне нравится мой маникюр вчера прям кайфовала делала когда себе маникюр новый я кстати еще ничего не ела нужно напилась кофе турецкого мне теперь новая любовь я говорила что я кофе больше не пью нет я снова пью кофе и пью теперь только турецкий без сахара без ничего это просто вкуснятина какая-то так и поехали очень яркий считаю что в контексте осени будет даже очень уместно потому что несмотря на синий период верхние одежды шапки шарфы свитера пальто куртки шубы искусственный очень много зеленого цвета цвета зеленые разные самый конечно модный зеленый он чуть чуть другой он у нас кстати выйдет в декабре такой зеленый очень классный зеленый был мой импульс в зеленый в летней коллекции вот вот этот цвет тоже очень крутой сочный прям такой вот яркий и я бы сказала что вот он наверное более уместен сейчас осенью чем например тот который сейчас более популярный да сейчас более популярный вот такой вот зеленый вот он как яблоко цвет яблоко мне кажется вот например осенью будет этот круче смотреться ну тем более с декорациями из этого бокса следующий цвет видите типсов нет типс у меня в россии остались в офисе это самый красивый цвет в этой в этом наборе сейчас увидите почему я давно хотела сделать этот оттенок но не могла найти нужный перламутр который бы вот хорошо гармонично читался бы в этом черном и при этом все таки чтобы гирлак был такой знаете не блестящий прям сильно блестящий а чтоб вот оставался черным но с таким вот благородным перламутровым цветом сейчас вы его увидите цвет офигенный все составите называют называется dolce black вы уже видите да он смотрится черным на руках он не будет вот вульгарно блестеть он будет именно красиво переливаться такой знаете вот достойный дорогой цвет черного просто роскошный кстати из-за этого цвета пришлось задержать выпуск коллекции и поменять местами с коллекцией габриэль потому что не могли привести пигмент сейчас вообще привести пигменты шиммер очень сложно россия их не производит она их завозит эти пигменты вот и сейчас сложнее стало казалось такую мелочь завозить поэтому по местам поменяли местами хотя по-хорошему конечно же dolce надо было бы по-хорошему выпускать летом сейчас все скажут вот девочки но вы же знаете меня я считаю что сейчас дизайн неважно какой у тебя гардероб уместен яркий при даже ну очень скучном и сдержанном гардеробе даже если вы носите все черное или все только бежевая яркий маникюр уместен я считаю дольче пупу очень красивые фиолетовые декорации которые здесь у нас тут мы делали прямо под декорации потому что здесь есть мои любимые анютины глазки тоже из курса нарисованные вручную наташа ганова и мы этот цвет как раз создавали конкретно вот под эти декорации эти какие красивые сейчас я вам одним глазочком покажу деснат цветопередача не очень смотрите как красиво вот эти анютины глазки смотрятся и кстати как классно фиолетовый комбинируется с зеленым и с травой вот почему сделали такой фиолетовый делали конкретно под декорацией сейчас еще кусочек покажу и последний цвет это знакомство у меня началось с этим боксом как раз этого цвета dolce pink роскошный цвет цвет простка вкуснятина причем вот сейчас телефон мой телефон правильно передает цветопередачу вот прям правильно правильно кстати забыла приклеить коллекция уже есть продажа на эми шоп у всех дистрибьюторов в европе пока нет потому что в европе сейчас продается бокс габриэль ну я думаю что ничего страшного вообще потому что в любом случае габриэль он сейчас тоже в контексте осени вообще идеальные может быть даже больше подходит чем дольче габбана но в любом случае не переживайте девочки кто из европы этот бокс тоже будет в европе но только наверное попозже так и pink dolce pink нет смотрите все только в рамках бокса поэтому называется бокс это раньше у нас была версия капсул более маленьких коллекций там всего лишь буквально одна декорация была и два гель-лака больше ничего не было вот сейчас мы называем это уже прям такие полноценные боксы и здесь видите очень много всего входит а и смотрите dolce pink это неоновый здесь составе идет неоновый пигмент неоновая паста а вы помните что неоты большая часть практически все цвета они после полимеризации в лампе чуть-чуть темнеют потому что неон имеет особенность он вбирает в себя ультрафиолет поглощает при полимеризации и потом через часа три он светлеет снова стабилизируется и становится таким каким должен быть сейчас вы как раз вот разницу увидите вот я сейчас он мокренький я его сушу сейчас он потемнеет вот кстати он когда темнеет становится похож на цвет в том году у нас такой розовый выходил но вот какой вот он у меня на руках смотрите такого цвета вот прям один в один не было вот был цвет вот он был более темный он по моему даже у нас есть еще вот смотрите вот он чуть-чуть изменился видите всегда неоновые цвета особенно красные оранжевые розовые они поглощают ультрафиолет в лампе поэтому чуть-чуть темнеет поэтому клиент пусть не пугается вы просто клиента предупреждайте что часа через три там концу дня на следующий день уже цвет восстанавливается стабилизируется это понятно все запомнили да про неоновый цвет все остальные цвета не неоновые они обычные один получается у нас перламутровый один неоновый и два классических так декорации ну как и говорила декорации не просто роскошно понимаете как и эти кресты выбирала все упорно какой же какие же кресты разместить чтобы их побольше было я не стала делать тоже большого разнообразия именно по причине чтобы у нас одного элемента было много поэтому роскошные крестики роскошные вот такие брошки дольче габбана вот такие вот длинные штучки ведь я уже его покоцала каш порезала уже пробовала его и тут сидела по всякому эти все элементы их меньше по разнообразию в отличие от шанель до отличие от бокса габриэль но зато их большое количество на слайдере идет поэтому и слайдеров у нас больше получилось то что я как всегда не смогла выбрать не смогла остановиться вот мне хотелось это 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 поэтому в итоге минимальное количество украшений но зато они часто здесь встречаются часто набиты композиции ведь вот идет один цветок и что тоже опять же место не терять ведь я везде тут пустила надписи вообще мой самый любимый кто помнит эти цветы они в курсе дольче габбана рисуются с этими маками это самый популярный вариант типса был рано говорить там какая идея у вас следующего бокса луи виттон нет прикиньте не луи виттон сейчас расскажу что следующее вот это просто роскошь роскошная вот кстати на удивление вообще создавал этот слайдер для зеленого гель-лака для зеленого но с ним также классно получился фиолетовый поэтому и добавили видите чуть-чуть фиолетового везде чтобы он сочетался не только зеленым гель-лаком но чтобы он дружил также из фиолетовым ну и анютины глазки из курса дольче габбана тоже нарисованы наташей гановой вручную и этот слайдер вернее вот этот цвет гель-лака пурпур создавали как раз для этого слайдера во чтобы можно было делать дизайны ну и конечно кружева кружева понятно что кружева на большое количество людей прям не хватит да но вы помните о том что у нас пластина есть классная гипюр помните же да и если что имейте ввиду вот с этой пластиной весь очень много вариантов гипюра разного это все будет дружить с дольче габбана вот с этим черным гель-лаком это роскошный черный гель-лак роскошный черный гель-лак и у меня сейчас идея что вот мне все таки этот гель-лак хочется поставить базовый ассортимент потому что ну вот у нас никогда такого черного во-первых не было я не видела в других фирмах такого черного прям этот хочется в базовый ассортимент так ну и последний вот такие ленточки крестики и называют а сицилийская вдова дизайн он как раз у нас вот здесь вот изображен смотрите это когда крестики всевозможные пяшечки мелкие с кружевом сочетанием так ну что поехали тогда дизайн делать давайте еще раз так вот посмотрим до черный надо в базу бесспорно я конечно еще и розовый добавила в базу сейчас со мной спорят менеджеры вот но я считаю что вот нужно розовый базу и черный но черный однозначно просто роскошный из-за него вот как раз дольче габбана вышла не летом а вышла осенью пигмент долго ждали когда он придет чтобы намешать нужный колер так все будем дальше с вами делать с чего начнем даже не знаю ну вы же понимаете это ближайший месяц я не говорю что я буду постоянно теперь работать боксом то что я проведу очень много эфиров это сто процентов потому что мне прям хочется сама я буду ходить точно до зимы с маникюрами из этого бокса потому что мне по барабану какой сезон чего тем более я сейчас только для своего аккаунта одежды закупила вещей тоже все закупила вырви глаз все только яркая так что делать будем под руками нет типс блин они мне ладно будем экспериментировать может с черного начнет нет зеленого господи за что так ладно начнем с фиолетового соники на глазах делаем вот так на попу хороший такой фиолетовый для осени он и чистый такой фиолетовый без примеси но в то же время он не вырви глаз но не грязный такой хороший классический базовый фиолетовый суши к нему добавим кружавочку как раз сейчас посмотрите как работает когда все делается только из слайдеров когда только слайдеры используются по что их друг на друга нежелательно клеить поэтому они у нас идут в нахлёст они у нас сейчас нахлёст будут идти нужно чтобы кружева пошло потом цветы пошли потом еще украшения пошли но вы понимаете всего и побольше со слайдерами рекомендую работать со штампиком того девочки сейчас я прочитаю комментарии секундочку так забыла совсем топ слайдер конечно же это основной топ который используется для всех боксов потому что вы видите что у нас в боксы шермиконы не входят вот в боксах у нас в основном упор идет на стекло потому что бокс в основном все посвящены модным домам вот а выбирая модные дома там где только фурнитура вот а чтобы фурнитуру вот эти все эффекты это конечно технология стекла идет вот с шермиконами это не очень получается сделать поэтому здесь во всех боксах идет упор именно на топ слайдер как основной расходный топ который нужен будет постоянно нет черный как джек black нет девочки смотрите такого черного у нас не было поэтому я его и хочу включить сейчас в ассортимент потому что джек black там идет крупный пигмент там шел крупный блестящий пигмент и такой он прям нарядным был помните джек black он же у нас выходил там под новый год тоже осенне-зимняя коллекция и он прям такой блестящий блестящий был там крупная крупная серебро использовалась так дальше ультрабонт девчонки не будет гелевых типс по размеру больше вот они вот такие стандартные идут я перебрала все производства это сама была лучшая по пластмассе увеличивает размер типс ну там не получится я пробовала пыталась договориться там бесполезно вот поэтому как имеем то что имеем в любом случае вы просто забыли как с типсами работать девочки ну всегда это самые ходовые заканчиваются и нужно докупать новую упаковку сейчас идет речь чтобы еще продавать поштучно вот будем еще поштучно размеры продавать вот ну а пока когда размеры заканчиваются это нужно брать ходовые типы просто нужно это учитывать в себестоимости что какие-то практически не расходуются типсы а какие-то быстро расходуются просто закладываете это себестоимость и теперь смотрите что делаю я на весь ноготь сейчас не буду наносить топ слайдер а нанесу только вот здесь вот зону центральную где у меня будут эти типсы можно еще схитрить смотрите что я делаю беру овальную кисточку и можно чуть тоньше в этом случае размазать топ слайдер чтобы не было лишней толщины этот вам сейчас лайфхак это очень удобно именно отдельную кисть для геля брать youtube слайдер наносить кисточкой отдельной тогда слои промежуточные будут очень тонкие они вообще не дадут толщины и они вообще не дадут толщины девчонки ну за типсы вы поняли вот пока то так черный надо базу португал португалии будет я думаю через месяц будет так и мои любимые любимые так ну давайте как сделаем такой целенький вырежем где два цветочка 70 я когда делала типсы для дайджеста для каталога электронного идеи вот реально можно было сделать еще больше идей но это просто ну как надо было остановиться вовремя на самом деле до бесконечности можно делать сочетание поэтому прям рекомендую воспользоваться идеями из каталога цветы обратите внимание идут все на белой подложке для чего так как очень темные гель-лаки то соответственно слайдеры нужно делать обязательно на белой подложке а вы помните какой недостаток у белой подложки она утолщает слайдеры поэтому слайдеры желательно клеит кусочками вот поэтому цветы у нас ведь они не принтами идут а вот такие кусковые идут и чтобы они лучше ложились следите за тем чтобы топ-слайдер был четко везде потому что может где-то не ложится гармошкой собираться вот здесь нужно следить за тем чтобы вы хорошо просушили топ-слайдер потому что если он будет чуть-чуть недосушеный жирноватый а прямо интересно что ни одного ноготка с матовым топом у вас не очень нравится и вы знаете я к матовому топу еще вернусь я думаю может быть сейчас кстати покрыть матовым топом просто цветы видите и они такие сочные под глянцевым за белую подложку поняли что имейте ввиду слайдера на белой подложке и хороши тем что клеится абсолютно на все темные цвета и при этом читаются но они чуть толстоваты поэтому старайтесь где-то в зоне центральной клеить потому что вот я вчера везде все хорошо легло да вот где крупные цветы были и вот где я взяла возле кутикулы приклеила ну я намучилась чуть-чуть я еще ступила вот здесь где-то два миллиметра не хватало топ-слайдера вот здесь его прям не было возле кутикулы я же прям вчера распсиховалась вот поэтому старайтесь глить где-то в центральной зоне на топ-слайдер фольга печатается до все ультрабонт здесь вот в центре буквально вот так вот топ-слайдер не бойтесь топа слайдера тем более если будете отдельной кисточкой вот так его размазывать все будет хорошо зато это будут вот такие послойные дизайны когда один слой второй слой третий слой то он хорошо держится за счет топ-слайдер шикарно носится кто следил за моими ногтями из габриэль все было отлично все стоит просто шикарно так ну я очень люблю этот элемент крестики они у меня как связующие элементы идут я их все время приклеиваю потому что дольче габбан это наверно самый ходовой элемент сейчас ну они всегда к нему возвращаются вот эти крестики католические как украшения и у них зависимости от сезона они нанизывают на них там разные штуки почему я смочила слайдер смотрите у меня вот здесь вот кружечка я мочу слайдер слайдер потом кладу его вот так вверх ногами единственное стекло не очень ложится ему эти элементы мешают и чем хорош штампик то что даже если я пересушу даже если я пересушу топ слайдер я наклею все четко такой элемент приклеить вот этот возьму я очень люблю их компоновать зависимости от длины чем длиннее нога тем более длинная получается украшалка вдоль ногтя будьте очень аккуратны стеклом ножницы чтобы были острые то что бывает неаккуратно начинаете вырезать грубо ножницы плохие стекло вот эта смола она может отлететь поэтому работайте самым кончиком старайтесь так ну смотрите 5d понятно что не получится сейчас штампиком переносить самое главное цветы все что с белой подложка нужно переносить штампиком то что если вы просто цветок размочите снимете он сразу трубочкой сворачивается понятно так и начинаем собирать дальше наше украшение вот я крестику приделаю вот такую штучку там не по типс позволяет ну или длинные ногти конечно позволяют но в любом случае здесь очень много украшений которые на короткие ногти пойдут что в этом случае не используйте такое количество элементов все такая украшалочка у нас получилась четкости нет это я потому что близко к экрану подношу сейчас все хорошо так снова ультрабонд и все дизайн готов так очень нежно проходите ультрабондом потому что стекло капризное если много нальете ультрабонда он в любом случае разъедает тонкую пленку вот эти украшалки они прям на очень тонкой пленки и вы когда начинаете финиш наносить давайте например как финиш будем использовать у тут ультрашайн финиш начинаете наносить где-то например придавили кисточкой все у вас эти отдельные элементы смолы начинают тянуться и вот чтобы они не тянулись сейчас постарайтесь нанести таким мягким движением первый слой эти у меня по факту топ слайдера на торце по бокам нету я постаралась наносить так аккуратно чтобы потом в итоге не было лишней толщины все нанесла это конечно налила называется а потом беру отдельную кисточку смотрите просто прохожусь убираю лишнее тоже аккуратно убирать то что может смола потянуться понятно так чуть-чуть камушек подвину в лампу тогда все будет хорошо мне главное ногти не уделать а я уже пол ногти испачкал их еще не сфоткала до конца еще надо их отфоткать так сейчас еще раз покажу разнообразие типс у меня под рукой нет самой планшетки типс видите сколько всего можно сделать это все есть в каталоге дайджест электроном я фотографии выложу наверно в stories чтоб вам идеи были понятно что еще можно сделать с этими анютиными глазками видите три слоя сделали со слайдерами и все будет носиться великолепно носиться будет великолепно вы видели как я ходила с предыдущими ногтями из дольче овердом из габриэль бокса носится все очень хорошо эти штучки все это стоит шикарно все шикарно стоит так ну все я тогда думаю сейчас эфира будет очень много по этому боксу буду все время вести и причем я себе поставила сегодня среда я поставила себе еще в пятницу ну и воскресенье как всегда пятница и воскресенье но я такая я и завтра эфир проведу в расписании нет я завтра сяду поздно вечером я теперь люблю очень вечерний дизайн и вести потому что мне никто не мешает вас очень много приходит еще больше для instagram когда ко мне 200 человек вечером приходит это вообще просто я радуюсь потому что раньше для меня 200 человек в эфире даже вот как сейчас там 120 человек в эфире это так мало казалось а сейчас видите я это все ценю что даже 100 200 человек в эфире это просто роскошь и так бокс дольче уже есть продажи у дистрибьюторов у наших представителей на территории страны снг и россии и на эми shop.ru вот обязательно заказывайте потому что как всегда боксы они ограниченным тиражом выходят вот какие-то боксы очень быстро заканчиваются например габриэль у нас не сильно быстро закончился ну по-моему там уже на остатках например в головном офисе нет возможно есть чуть-чуть на эми shop и у кого-то у дистрибьюторов вот поэтому а например коллекция summer crush она вообще моментально закончилась и даже толком эфиры по ней не вела потому что не было смысла что она очень быстро раз продалась стоит 3 тысячи девятьсот девяносто во франции будет я так думаю в ноябре смотрите сейчас октябрь начало ноября в европе продается бокс габриэль а дольче будет чуть попозже да завтра вечером опять выйду в эфир потому что чтобы такое количество вариантов дизайнов вам показать это мне нужно прям чуть ли не каждый день вести эфиры да я выложу фото в ленте а правильно да девочки я выложу фото в ленте точно надо просто сделать пост чтобы просто полистали в посте хорошо белоруссии я так думаю бокс уже есть хотя может до белоруссии еще не доехала как вы перенесли со штампа на слайдер вы поняли что я размачиваю все-таки водички а потом уже на штампе кладу на top slider фольга отпечатывается про матовый топ будет еще матовый топ впереди очень много следующий бокс какой же будет следующий бокс это секрет смотрите какой следующий бокс у нас их два следующих один наверное уже будет в следующем году наверное январь да а вот до конца года выйдет еще один бокс но он такой мне кажется у нас мастера купят этот бокс даже не для клиентов а чисто для себя купят вот он когда выйдет вы поймете что это за бокс и почему вы его купите просто для себя вот чтобы исполнились все ваши мечты будет бокс да такая небольшой спойлер для сбывания мечт тогда наклейки есть в наборе вот в этом наборе сделали наклейки катя розовый не совпадает с прежним такого цвета нет смотрите этот цвет он получается вот у нас была коллекция эгоизм там был розовый он другой вот он какой-то более что ли няшечный в эгоизме он более такой насыщенный чуть темненький такой цвет фукси а здесь он такой вот такой сочный такой яркий потом был розовый у нас еще классный а вот он в эгоизме и был только точно вот смотрите он от эгоизма сильно отличается он затем эгоизм когда похож когда вы его просушили в лампе он тогда на эгоизм похож а потом когда через три часа этот неоновый пигмент восстанавливается он становится таким вот ярким ярче намного до новый бокс уже вышел девочки на эми шоп у дистрибьюторов уже спрашивайте на эми шоп заходите уже покупайте краска была в коллекции summer похоже нет summer краш были пастельные белые 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 пастели ну там очень прикольно будет то что вы купите сто процентов для себя это будет следующий бокс он выйдет уже до конца этого года а вот уже в следующем году в январе будет коллекция посвященная моему самому 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 любимому модному дому модному дизайнеру которого уже к сожалению с нами нет но это человек который вот для меня как для художника вызывает наверное самое большое вдохновение просто как человек работал как он жил но не как конечно он умер вот но я думаю кто из клуба тот поймет кого о ком я говорю а гив мимо да да вот смотрите и в гив мимо и эгоизме розовые они чуть-чуть из другой категории фуксии они вот как знаете как моя рубашка наверное или как моя помада а здесь он такой вот не могу вот описать более что лесочный такой более а девчачий такой кто-то угадал не скажу кто но уже написали кто ладно вам хорошего дня я вас всех очень люблю я очень люблю ими я очень люблю своих поклонников я очень люблю то что я делаю если даже не представляете для меня марка и не то что мы выпускаем в рамках ими это как мой пятый ребенок даже наверное тоже первый ребенок это мой первый ребенок потом уже тут мои дети знаете как вот психотерапевты говорят что важнее бизнес или дети нужно смотреть что первое родилось бизнес или дети так вот мой бизнес родился раньше моих детей вот я конечно стараюсь здесь балансировать вот но я понимаю что это для меня ребенок мой бизнес я сделаю все чтобы марка и не процветала дальше и все потрясения которые сейчас происходят они не повлияют на наш продукт всем хорошего рабочего дня до во франции скорее всего концу ноября выйдет во франции сейчас я буду находиться на объеме все равно к сожалению сейчас я буду рассказывать сейчас я буду приветствовать сейчас я буду 연락 на аморку в рамках и салла в рамках и салла в рамках и салла в рамках, чтобы crises